МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях города и региона расскажем в ближайшие 15 минут. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Иван Шумилин. Сотрудничество продолжается, экономические и дружественные связи укрепляются. Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко о сотрудничестве между государством и Самарской областью. Подписание произошло на форуме регионов России и Беларуси. Сегодня эта страна является одной из стратегически важных торгово-экономических партнеров области. По объему товарооборота с Беларусью Самарская область входит в десятку ведущих регионов России, подчеркнул губернатор. Спектр товаров, поставляемых в Самарскую область, чрезвычайно широк от пищевых продуктов до продукции нефтехимии и машиностроения. За последние несколько лет в Самарскую область поставлено около 600 белорусских автобусов, троллейбусов и трамваев. С нашей стороны АвтоВАЗ в прошлом году поставил более 16 тысяч машин марки «Лада» и занял первое место на белорусском рынке, рассказал губернатор Самарской области. Учитывая приоритетные виды экономической деятельности Республики Беларусь, Дмитрий Азаров предложил потенциальным партнерам начать сотрудничество в сфере производства техники специального назначения, электротехнического коммуникационного оборудования, а также в химической отрасли в части производства минеральных удобрений. Самарская область готова к реализации совместных проектов по целому ряду отраслей, одна из них – IT. Флагманом в этом направлении является технопарк «Жигулевская долина». Кроме того, регион готов сотрудничать в сфере производства средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, а также пищевой промышленности. «Единое экономическое пространство открывает для нас широкие возможности для сотрудничества», – в завершении своего выступления сказал губернатор. «Новые пути, новые возможности» – в Тольятти стартовало строительство железнодорожной ветки к особой экономической зоне. Путь протянется от вокзала автозаводского района до особой экономической зоны. Подрядчик приступил к работе. «На данный момент ведутся земляные работы, подготовка основания земляного полотна, срезка растительного слоя. На данный момент прошли один километр. Снятие растительного слоя на глубину до метра тридцати, шириной 10 метров». Путь протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с особой экономической зоной Тольятти, а также пройдет непосредственно по инвестиционной площадке. Дорога позволит перевозить около полутора миллиона тысяч тонн грузов в год. Перевозка грузов начнется в 2021 году. Полностью завершить работы по строительству объекта планируется в 2022 году. «В августе следующего года мы планируем запустить первый пробный поезд на особую экономическую зону, а полный цикл работ завершить в октябре следующего года. В зимний период мы тоже планируем работы не приостанавливать. Пользуясь погодой мы производим земляные работы, которые как раз в дождливую погоду очень сложно производить». Безопасно-экологично и с соблюдением всех требований идет строительство третьего агрегата карбамида на предприятии Тольятти Азот. Это важнейший проект не только для химического гиганта, но и для города и области в целом. Производство обеспечит дополнительные рабочие места и снизит воздействие на окружающую среду. С ходом строительства агрегата руководство Тольятти Азот регулярно знакомит горожан. На таких встречах люди могут задать все волнующие их вопросы. О чем говорили в этот раз, расскажет Юлия Владимирская. От источника финансирования до обустройства производственной площадки на встрече представителей Тольятти Азот с жителями города нет запретных тем. На каждый вопрос по поводу строительства и запуска третьего агрегата карбамида есть свой ответ. Все проблемы возникают от недостаточности информации, как мы знаем. И особенно это касается, как я уже сказала, экологической темы. То есть при строительстве этого агрегата всех больше интересует тема экологии. Поэтому мы и задавали вопросы, связанные с экологической обстановкой. Мы получили довольно-таки исчерпывающий ответ. И мы, в принципе, уже уверены в том, что контроль будет налажен. В основном Тольяттинцев интересовал вопрос влияния нового производства на экологию и его безопасность. Проект третьего агрегата карбамида разработан в сотрудничестве со швейцарской компанией «Казали» с учетом наилучших доступных технологий в области промышленной и экологической безопасности. Так, степень очистки отходов будет достигать 93%, а сточные воды и вовсе будут циркулировать в замкнутой системе. Там предусмотрены все необходимые методы очистки и будет установлена самая современная система управления со степенями защиты от различных аварийных ситуаций, локализации в случае возникновения нештатных технологических ситуаций. Поэтому, ну, то есть, хотим заранее развеять беспокойство наших жителей. Мы соблюдаем все необходимые стандарты с точки зрения безопасности производства работ, да, и также те стандарты, которые накладывает само производство, да, потому что, естественно, в окружении действующих агрегатов требуется повышенное соблюдение требований безопасности охраны труда. Новый агрегат предназначен для переработки аммиаков, удобрения и для снижения выброса углекислого газа в атмосферу на всем предприятии. Проектная мощность составит более 2000 тонн карбамида в сутки, что позволит более чем на 70% увеличить существующие производственные мощности предприятия по выпуску карбамида. В наше непростое время запуск производства третьего агрегата карбамида – это такой серьезный шаг, который повысит социально-экономический статус нашего района, нашего города и нашей области в целом. Ведь это не только увеличит производство карбамида на 800 тысяч тонн в год, но и это 100 высокооплачиваемых рабочих мест. Ежегодно химическое предприятие «Тольятти Азот» тратит 5 миллиардов рублей на поддержание действующего производства. Это замена устаревшего оборудования и установка новых технических решений. Такая работа позволяет химическому гиганту не только сохранять высокие показатели по выпуску продукции, но и обезопасить себя и город. Юлия Владимирская, Александр Туровский, Новости Тольятти. О других событиях города и региона в нашем коротком обзоре далее его подготовили мои коллеги. В Тольятти появится книжная терраса. Ее откроют в четверг, 1 октября. Новое городское пространство будет радовать жителей 15-го квартала. Терраса станет дополнением детской библиотеки. Ее появление стало возможным благодаря инициативе активных жителей квартала и библиотекаря. Книжная терраса стала одним из победителей конкурса общественных идей, которые вошли в губернаторский проект содействия. Площадка около библиотеки стала красивой и комфортной. Отремонтировано крыльцо, установлены удобные скамейки, появилась велопарковка. В теплую погоду на книжной террасе горожане смогут самостоятельно или вместе с библиотекарями проводить встречи и мероприятия, используя звуковую аппаратуру и приобретенные по проекту стулья и уличные зонты. Новые правила оформления больничных начнут действовать с 14 декабря. Ряд изменений коснулся электронных больничных. Теперь для их оформления потребуется не только паспорт, но и также СНИЛС. Если работник числится в разных организациях, ему могут оформить один электронный листок нетрудоспособности. А каждому работодателю достаточно будет сообщить номер такого больничного. По новым правилам электронный больничный разрешили продлевать бумажным и наоборот. Но порядок заполнения документов будет отличаться. В электронном, например, отсутствует строка «место работы». Указывается не возраст ребенка, по уходу за которым он открыт, а дата его рождения. В Самарской области 1 октября начнется осенний призыв. На службу отправится 1700 человек. Помимо обычных анализов, призывникам придется пройти тест и на ковид. На пунктах введены дополнительные меры санитарной безопасности. Разбитая плитка, старые сухие деревья, которые в любой момент могут упасть. На детей. Родители учеников лицея номер 51 обратились в администрацию Тольятти. Школьный двор, построенный 42 года назад, начал принимать аварийно опасное состояние. Как город решил эту проблему? Подробности в нашем следующем сюжете. Класс из 1 по 9 и более 400 учеников. Бывшая 53 школа снова популярна. После присоединения к лицею номер 51, сильнейшего в городе физико-математическом направлении подготовки, количество учащихся здесь увеличилось почти в два раза. Сюда же, на московский 37, сейчас идут учиться дети из выросших неподалеку новостроек. Не менялось годами лишь одно – школьная территория. Очень много было аварийных деревьев. И при любом сильном ветре у нас очень много падало. И мы как бы беспокоились за детей. Все-таки это школа, школьный двор. Потом было нарушено асфальтовое покрытие, вот именно непосредственно вот спортивной площадки. Перед школой была плитка уже разбита вся. Родители обратились с просьбой помочь обустроить территорию в администрацию Тольятти. Глава города Сергей Анташев поручил решить проблему департаментам дорожного и городского хозяйства. Сама школа справиться бы не смогла, потому что очень дорого восстановить асфальтовое покрытие. Вопрос был с освещением. Деревьев очень много было старых. Огромное спасибо департаменту дорожного хозяйства. Замечательную сделали беговую дорожку на 100 метров. Департаменту городского хозяйства, потому что помогли и в вывозе деревьев. Само учреждение, заключив договор за счет внебюджетных средств, спилило здесь порядка 40 деревьев, ну и восстановлено освещение. Не ожидали, что так быстро отреагирует, но очень довольны тем, что сделали. Вид прекрасный и площадка стала хорошая, потому что здесь были очень травмированные дороги. На новой беговой дорожке, кстати, старшие школьники уже сдают нормативы по легкой атлетике, а младшие получат в ноябре в подарок игровую площадку. Ее установку школа выиграла в губернаторском проекте поддержки инициатив населения «Содействие». Многие школы сейчас, здания именно автозаводского района подходят к своему 50-летнему юбилею. Конечно, надо в комплексе рассматривать каждую территорию, поэтому, ну, будем надеяться, что такой опыт, который мы приобрели в этом году в сентябре, вот, он нам поможет и дальше благоустраивать территории наших зданий, наших школ. Отметим, что средства на эти цели городской бюджет закладывает в программу благоустройства и программу развития системы образования. Но именно вовлеченность жителей, показал опыт 51-го лицея, помогает эффективно решать проблемы территорий. Иег Речман, Михаил Цуркин, Новости Тольятти. Какие события произошли в Тольятти и всей Самарской области и как они повлияли на жизнь тольяттинцев? Такими словами, вот уже 18 лет каждый понедельник ведущие информационно-аналитической программы «Обозреватель» приветствуют зрителей телеканалов ВАЗ-ТВ и Тольятти-24. Создатель и автор программы Ирина Денисова – генеральный директор компании «Лада-Медиа». На протяжении многих лет она была бессменной ведущей обозревателя. Как творческий человек Ирина Викторовна при первой возможности по-прежнему приходит в студию и ведет диалог со зрителями. На счету обозревателя множество различных наград в профессиональных конкурсах. Главная же награда – любовь зрителей. Программа в числе самых рейтинговых проектов телеканалов ВАЗ-ТВ и Тольятти-24. День рождения – это всегда очень трепетный праздник, особенно если речь идет о том, что создается большим трудом и большой командой. Программа «Обозреватель» для меня и для нашего творческого коллектива – это такое свое родное детище. И я бы сказала, что это один из самых лучших проектов на нашем телевидении. Конечно, за эти 18 лет программа творчески окрепла, профессионально выросла, если можно так сказать, тверже встала на ноги и по человеческим меркам вступила в пору совершеннолетия. Я искренне поздравляю с этим событием весь наш коллектив. Благодарю за огромные усилия, за большой труд, потому что это дорогого стоит. 18 лет каждый понедельник программа «Обозреватель» в назначенное время выходит в эфир. И я благодарю наших телезрителей за внимание к нам. Вот так вот вместе, шагая по жизни, мы делаем городское телевидение. И, конечно, хотим, чтобы наш город Тольятти продолжал расти и развиваться, чтобы каждый его житель именно здесь мог реализовать свои способности и просто быть счастливым человеком. И к новостям спорта. Спонсор рубрики «Клиника лазерной хирургии. Варикоза нет». Не откладывайте на завтра здоровье ваших ног. Вздувшиеся вены, отеки – это признак варикоза. Тромбы – его серьезное осложнение. Но решение есть. Клиника «Варикоза нет» в Тольятти. Успейте записаться на лечение по акции. Звони 55 55 95. Тольяттинский мотогонщик «Мегалады» Андрей Кудряшов принял участие во встрече «Польша-Россия». Товарищеская командная гонка прошла в городе Быдгоще. В составе нашей сборной на трек вышел гонщик «Мегалады» Андрей Кудряшов. Россия уверенно победила Польшу со счетом 52 38, а на счету Кудряшова 4 очка. Дарья Касаткина оправилась после травмы и приняла участие в открытом чемпионате Франции. В первом круге тольяттинская теннисистка встретилась с 235-й ракеткой мира «Хармони Тан». Дарья без особого труда выиграла в двух сетах 6-2, 6-1. Хоккейная «Лада» на выезде уверенно обыграла московскую звезду. После второго периода счет в матче был 2-0 в пользу Волжан. В начале финальной 20-ти минутки «Лада» забила еще две шайбы, но пропустила в концовке. Итоговый счет 4-2 в пользу тольяттинской команды. Это первая выездная победа «Лады» в этом сезоне. А теперь о погоде. Рубрику представляет салон «Штор Аллегра». Шторы Аллегра. Хорошие ткани по недорогой цене. Бесплатный пошив в Тольятти. Телефон 8-987-444-4469. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И на этом все. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.toliatty24.ru и в мобильном приложении «Тольятти-24». В студии работал Иван Шумилин. Всего самого доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова